Всем привет! После долгого перерыва наконец-то выпускаю видео на русском языке. В этом видео я расскажу вам о правиле, которое я вывела сама, исходя из своего опыта. Как сейчас модно говорить лайфхак? Я называю его правилом дополнительной гласной и помогает оно запомнить, в каких случаях происходит обратное чередование КОПТ. Вы уже могли изучать отдельные случаи, в которых происходит обратное чередование КОПТ. Например, в глаголах третьего, четвертого и шестого типов, в типах слов на «э», «as» и «in». Что, если мы объединим все эти случаи и посмотрим, что у них общего? Давайте посмотрим примеры. Verпityyppi kolme. Kuunnella. Minä kuuntelen, hän kuuntelee, he kuuntelevat. Verpityyppi neljä. Pakata. Hän pakkaa, minä pakkaan, hän pakkasi. Verpityyppi kuusi. Paeta. Minä pakenen, hän pakenee. Sanatyyppi e. Vaate. Vaatteet. Paljon vaatteita. Sanatyyppi as. Asiakas, asiakkaat. Myyjä tapaa asiakkaan. Итак, что же общего во всех этих случаях? В ряде форм в этих словах появляется дополнительная гласная, как вы видите на экране, которой не было в базовой форме слова. Базовая форма слова имеет слабую ступень. Однако, как только появляется новая гласная, степень КОПТ меняется на сильную. Давайте рассмотрим подробнее, как это происходит в разных типах глаголов. Сначала возьмем для сравнения первый тип. Verpityyppi yksi. Здесь в базовой форме, то есть в инфинитиве. Как раз сильная степень, потому что в конце гласная. Käyttää. Nukkua. Tietää. Antaa. В первом и втором лице степень меняется на слабую. Minä käytän. Minä tiedän. Sinä nukut. Sinä tiedät. Me annamme. Me nukumme. А вот в третьем лице опять сильная. В единственном числе в конце гласная, а во множественном целый слог. С дополнительной гласной, естественно. В первом типе глаголов сильная степень будет в инфинитиве и в третьем лице. Они выделены зеленым. А слабая во втором и третьем лице. Они на экране синие. Это сильно отличается от других типов глаголов. Во втором и пятом типе чередования QPT нет вообще. В третьем, четвертом и шестом происходят обратные чередования QPT. Это значит, что базовая форма глагола, то есть инфинитив, слабая. А все личные формы глагола сильные. Смотрим примеры. Начнем с третьего типа. Как видите, во всех лицах в единственном и множественном числе будет сильная ступень QPT. Что же поменялось в личных формах по сравнению с инфинитивом? Возьмем базовую форму глагола. Последние две буквы убираем, но мы не можем присоединить окончание лица напрямую к последней букве L. Нам нужна прослойка. И в качестве таковой выступает гласная E. Как только мы добавили эту дополнительную гласную, ступень QPT меняется на сильную. То же самое происходит и в четвертом типе глаголов. Возьмем всем известный глагол ТАВАТА. Если я хочу сказать «мы встречаемся», то сначала убираю две последние буквы ТА, прибавляю к получившейся основе еще одну букву А, а потом окончание. Как только в слове появилась дополнительная гласная, QPT меняется на сильную. Таким образом, все личные формы будут сильными. В отличие от инфинитива. Смотрим примеры. У нас остался еще шестой тип глаголов. К примеру, глаголы НАМЕТА нагреваться и ПИДЕТА удлиняться. Здесь мы также убираем две последние буквы инфинитива, а затем прибавляем целый слог НЕ. Как только мы прибавляем этот слог с дополнительной гласной, в предыдущем слоге происходит чередование КОПТ. Ступень меняется на сильную. САЛАМПЕНЕ. ТЕВАЛА ПАЕВАТ ПИДЕНЕВАТ. Ну вот, с глаголами мы разобрались. Как это правило дополнительной гласной работает в разных типах слов, давайте подробнее посмотрим в следующем видео, а то как-то получается очень длинно. Надеюсь, что было вполне понятно. Не слишком быстро и не слишком затянуто. Задавайте вопросы в комментариях. До скорой встречи!